Первичные черные дыры. Это старые и относительно маленькие черные дыры, появившиеся вскоре после Большого взрыва. Ученые считают, что они сформировались в результате колебаний плотности в самой ранней Вселенной. Исследователи подозревают, что первичные черные дыры с самой низкой массой, вероятно, исчезли. Тем не менее, объекты с большей массой могут все еще существовать и только сейчас начинают исчезать. Даже если они никогда непосредственно не наблюдались. Астрономы Якуб Шольц из Университета Дарема и Джеймс Унвин из Университета Иллиона в Чикаго подозревают, что ПЧД может быть ближе к нам, чем мы думаем. В недавно опубликованной статье они рассматривают возможность того, что таинственная девятая планета Солнечной системы, которая гипотетически может вращаться вокруг Солнца на расстоянии от 300 до 1000 астрономических единиц, на самом деле является именно такой первичной, компактной черной дырой. Объясняя свою интригующую гипотезу, исследователи сосредотачиваются на двух неразрешенных аномалиях – аномалии орбит транснептуновых объектов и избыточном микролинзировании. Интересно, что обе аномалии вызваны объектом с оценочной массой от половины до 20 земных масс. Орбитальные аномалии объясняются новым источником гравитации во внешней области Солнечной системы. Хотя широко распространено мнение, что этот источник может быть неизвестной планетой. Шольц и Унвин утверждают, что сценарий наличия первичной черной дыры не является необоснованным и должен приниматься во внимание. Тем не менее, будет трудно подтвердить эту теорию, потому что гипотетическая первичная черная дыра с массой около пяти земных масс и радиусом около 5 см будет иметь температуру Хокинга 0,004 Кельвина, то есть ниже, чем космическое фоновое излучение. Чтобы преодолеть это препятствие, авторы статьи предлагают искать сигналы аннигиляции темной материи в микрогало вокруг черной дыры. Такой ореол темной материи станет источником сильных сигналов, которые мы могли бы идентифицировать во время наблюдения. Поэтому астрономы предлагают разработку специализированных программ для поиска движущихся источников излучения в области рентгеновского гамма-излучения и космических лучей высоких энергий, которые могли бы поддержать гипотезу первичной черной дыры.